Алло. Алло, Валерий, здравствуйте. Доброе утро. Меня зовут Алиса Андреевна, я из банка звонила, восточный экспресс, департамент взыскания. Почему оплату не производите по кредитному договору? А я же все написал, в банк письмо отправил. Что вы там написали? Ну, то и написал, что написал. Обязательно, зачем перечитывать? Ну, вот мне, объясните мне, что вы написали. Нет, ну, у меня на это времени нет, у меня рабочий день в разгаре, возьмите и почитайте. В сентябре должны были оплатить, я вижу, договоренность не выплативала. Почему не оплатили? Обстоятельства изменились категорически. Ну, вот мне сейчас, объясните, 91 день у вас просроченной задолженности. А кто вы такая, чтобы я вам объяснял? Если я написал в головной офис банка. Я представитель вашего кредитора, вообще-то, Валерий. Представитель вашего кредитора. Вы где брали кредит? Я не коллектор. Какой я коллектор? А кто вы? Откуда вы звоните, что вы представитель? Вы в начале разговора-то слушайте, я говорю, из департамента взыскания. Ну, вы говорите, представитель. Восточный экспресс-банк звонил, а не из коллекторского агентства. А, номер доверенность, прочтите. Я вам представила, слушать надо, значит, было. Да я слушаю, я просто не разбираюсь в ваших вот этих аббревиатурах и так далее. Вы скажите нормально, банк восточный экспресс-банк. А вы из банка звоните? Где головной офис банка находится? По какому адресу? Естественно. Где, скажите мне, по какому адресу головной офис банка находится? Да, город Хабаровск. Город Хабаровск. Восточный экспресс, да? А что? Да. Ну, отлично, слушаю вас. Да, я вам вопрос задала, Валерий Петрович. Да, вы мне на вопрос сейчас ответите. Да, что вы не кричите, я все хорошо слышу. Зачем вы голос повышаете? Ну, замечательно, что вы слышите. Ну, я просто вас прошу не повышать голос. Какие вы там письма? Какие письма? На бумаге письма. Отзыв согласен, на обработку персональных данных. Нет, на вопрос. Это раз. Вы вопрос задали, я вам отвечаю, какие я письма отправил. Это раз. По поводу долго я вам задала вопрос. Я продолжать могу. Уже, не знаю, раз десятый, наверное. Ну, вы спросили прежде всего, какие письма я отправил. Я вам отвечаю на этот вопрос. Нет, я прежде всего спросила, почему вы кредитный договор не выплачиваете. Я в письмах официальная переписка. Слышали, да, в договоре это как раз написано, что если мы не можем договориться в устном формате, мы можем весь наш диалог наладить в переписке. Это в договоре в вашем доблестном написано. Ну, ну, еще вопросы остались? Так вот, в переписке, в письмах я совершенно официально сообщил о своей ситуации. Алло. Ну, какая у вас ситуация? В письмах написано. Я не вижу ваши письма. Да вы мало чего вообще видите. Да вы не в той позиции, не в той должности, чтобы читать письма, которые отправлены в головной офис. Когда вы эти письма отправили? Хорошо, когда отправились. Да вы все-таки, вы простой звонарь. Вам отчет я давать не наверен. У меня лежат уведомления о вручении. Давайте без звонаря, без оскорблений. Хорошо, вы простой должник. Я констатирую факт. Поэтому отвечайте на вопрос, а что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? В теме разговора. Куда уж ближе? Я еще раз говорю ближе к теме разговора. Я не пойму. Я вам категорически констатирую факт. Вы чувствуете разницу в постановке речи? Мою и... Еще раз повторяю. Перестаньте меня оскорблять, иначе я тоже перейду на оскорбление. Я вас предупредил один раз, больше повторять не буду. Где я вас оскорбила? Где я вас оскорбила? Каким словом именно я вас оскорбила? Если вы меня слышите, словом должник. Статус должника человеку может присвоить только судья. Я, пока суд это не признал, остаюсь клиентом банка. Статусе заемщик. И что? Это вам дает повод оскорблять человека? Что значит что? Я вас не оскорбляю, Валерий Петербург, я вас оскорбляла. Извините, это уже было в другом тоне и другими словами. Меня оскорбляет слово должник. Еще раз повторю. Таковы должники есть. Последнее предупреждение, иначе я перейду тоже на оскорбление. Если вы оскорбляете человека, значит я признаю... Да, последнее предупреждение. Знаете что, Валерий Петербург, вопросы я говорю мне, отвечаем? Да ладно. Хватит там уже на одной волне, что-то вы там заладили. Сатон меня тоже оскорбляет. И так, предупреждения были закончены. Да, все равно, я буду с вами разговаривать так, пока нормально не ответите на вопросы. Я обычно вот таким вот особям предлагаю сделать татуировку на лбу, на которой написано, я авто тупая, не подходите ко мне близко. Это вы про маму сейчас про свою? Я знаю, сейчас пойдут родственники, потом пойдет зеркало, потом пойдет фраза конструктивный диалог. И еще раз повторяю. Просто неуважение. Либо вы... Да, это ответное неуважение. Вы не смогли зафиксировать статус уважаемого человека, поэтому вы заслужили неуважение. Так, Валерий Петербург, мы с вами будем уже конструктивно разговаривать? Да, видите, как я угадываю, я знаю все вперед, слово конструктивно прозвучало. Дальше будет про дергало. Если вы прекратите повышать тон, если вы прекратите называть меня плохим словом должник, то я буду с вами разговаривать, как вы говорите, конструктивно. Если будет еще раз одна такая попытка, я перейду в очередной раз на оскорбление. На вопрос, давайте вы тут требования не будете банку оставлять. Почему это? Это нормальные гражданские требования. Или вы думаете, что раз вы в банке там устились на эту копеечную зарплату, вы думаете, мне диктовать условия? Меня перебивать не надо. Это почему? А что ты такая? Чтобы тебя простой человек достойный не перебивал. Да не ты, не ты, а вы. Нет, ты уже... Все, лимит уважения ты выбрала. Да не все. Да мы с вами будем разговаривать или нет? Или вы там будете, я не знаю, с теми-то там посторонними общаться. Еще раз, очередной раз. Ты где живешь? Так как мне... Алло, вы слышите меня? Вы там вообще нормально, адекватный человек или нет? Ты нам тукантира подрывает. Ты там эти прокладки поменяй. Нормально, я говорю, разговариваем. У тебя там, наверное, аж в пар дымит. Давайте после вас. Что после меня? Сначала вы, потом я, да. Хорошо, но ты только не забудь. Поменяйте там прокладки. Только не забудь, пожалуйста. Я говорю еще раз разговаривать. Будем нормально? Да мы с тобой разговариваем так, как ты заслуживаешь. Не с тобой я с вами. Да кто ты такая, Выка, тебя. Не с тобой я с вами, я говорю. Ты ассад упорывая. Так, идем, закрываем долг, 14 тысяч рублей. Да, Ирина, закрывай чего угодно. Сегодня, завтра требование банка. Закрой. Понятно тебе? Требование банка. После вас, уважаемый. После вас. Вот нарвалась, да, на человека, которому почат. Да вообще, на какого человека? Не адекватно я нарвалась? Да нет, не адекватно ты продиктовалась четко. Я понял, кто со мной разговаривает. Нет, не адекватный человек, который ты заслуживаешь. Не адекватный должник банка. Вот сука, тварь, да. Не адекватный. Ты поменяй работу, наверное. Ух ты, какие слова, ничего себе. Ух ты, весь мультик такой. Вы сначала научитесь этикеты. Я смотрю, мама вообще вас не учила, не воспитывала. Мама, конструктивный диалог, что у тебя еще в запасе? В методичке написано. Вы на улице воспитывались? Вы на улице воспитывались? Нет, у меня два высших образования, одно юридическое. Ну, я сомневаюсь в этом. Да ты вообще сомневаешься во всем этой жизни. Ты вот нашла, понимаешь, работу, попрошайся работать. В общем, я говорю, выгнали вашу образование купленным, да, с дипломом. Конечно, 12 лет практики. Можете, знаете, да, можете положить на полку. Да, да, на полку положить. А вообще тебе еще один страшный секрет откроет. Ты вот идентифицировала этого человека, с кем ты пыталась поговорить. Ты вообще уверена, что ты с этим человеком разберешься? Я уже не это делала, к конструктивному диалогу вы, к конструктивному диалогу вы не идете. Я тогда перезвоню тогда, когда вы, когда вы будете нормально настроены на диалог. Слышишь, не забудь подмойся. Сначала вы подмойтесь, хорошо? Да мне это все. Вы сходите, подмойтесь, да. Ай, да ладно тебе, мне зачем. Вы сходите, подмойтесь. Ты рот с мылом помойте заодно. Рот с мылом помойте, я говорю, заодно. До свидания.